всем привет сегодня вместе с вами хочу приготовить вкусный быстрый бутерброд закуску можно назвать это завтраком который готовится буквально за пять минут его уже начала готовить и только потом вспомнила что вам я не показала данный рецепт и решила заснять уже в процессе для приготовления нам понадобится лепешки пшеничные у меня как раз осталась одна последняя лепешка на ее примере и буду показывать вообще эти бутербродики закуска данная у нас улетает в лед мы ее собой берем и в дорогу и просто утром завтракаем универсальная вкусная поэтому думаю вам тоже понравится также на понадобится сливочный сыр но можно обойтись без него если у вас его нет можно убрать этот ингредиент просто заменить его майонезом я буду использовать сливочный сыр также нам понадобится ветчина корейка грудинка все что у вас есть соусы любые которые вам нравятся можете взять просто кетчуп понадобится сыр у меня плавленый сыр сэндвич но можно использовать и обыкновенный сыр и огурцы помидоры я уже с огурцами начала делать поэтому в этот раз покажу вам на примере помидор но разницы нет никакой первое что нам нужно сделать пока мы будем заниматься самой лепешкой я нарежу мясо на кусочки и обжарю его на растительном масле на сковороде пока на сковороде обжаривается мясо я беру одну лепешку также беру сливочный сыр и буду наносить его на одну половину лепешки очень люблю данный тип сыра поэтому я наношу слой побольше обжаренное мясо пока она еще горячая я его сразу выкладываю на лаваш на то место куда наносила сыр количество мяса зависит от того как вы сильно его любите можете взять побольше поменьше нет никакой разницы далее на мясо я буду наносить соус сразу хочется отметить что соусы наносите побольше так будет сочнее вкуснее и более насыщенный вкус в моем случае я даже смешиваю два вида соуса терияки соусы кисло-сладкий и сверху овощи моем случае помидорки скажу честно с огурцами мне нравится больше и далее вход идет сыр просто ложу сверху на помидорки можно сказать что мой бутерброд практически готов далее тяну за другой конец и все заворачиваю вот таким образом да конечно же это кажется что-то слишком много всего но на самом деле обычно он у меня такой толстый не получается что-то я уж слишком большие помидоры нарезала и они придают такой толщину обычном бутерброде получается небольшой и остался у меня последний кусочек сыра положила здесь посерединке накрываю вот обычно получается вот такая толщина вполне нормальная помидорки я крашу тоже потоньше но в этот раз у меня уже были нарезанные помидоры я не стала дорезать и бутерброд у меня получился гигантский конечно же в таком виде я его есть не буду перед подачей я его нарежу на две половинки и так будет есть намного удобнее на этом можно сказать что мой рецепт практически готов если у вас также есть гриль то идеально будет поместить туда и немножечко подогреть сам лаваш но так как у меня гриля нет я оставлю все это в таком виде подавать я все это буду вот в таком виде как и говорил нарезала на две части каждый лавашек и все это выглядит намного презентабельнее и есть намного удобнее кстати сыр я переместил на одну сторону так как артур попросил бутерброд без сыра на этом не все спасибо за внимание если вы будете готовить по моему рецепту то обязательно отмечайте меня в instagram или можете прислать фотографию в моей группы вконтакте приятного вам аппетита всех целую пока пока